И снова здравствуйте! В эфире новости переводов. В честь года родных языков и народного единства в Татарстане был представлен сайт машинного переводчика TranslateTatar. За год своей работы ресурс помог многим студентам и школьникам в изучении татарского языка. Недавно TranslateTatar появилась новая функция – озвучивание татарского текста или слов. Кроме того, подраздел «Тюрк» содержит словари еще пяти тюркских языков, но пока без озвучивания. 25 марта 2021 года состоится премьера аниме-сериала «Дота. Кровь дракона». Сначала Netflix сообщил, что аниме получит перевод только в виде русских субтитров. Однако позже в официальном твиттер-аккаунте «Дота 2» было объявлено, что аниме-сериал не только озвучат на 12 языках, но и добавят субтитры на 30 языках. Писательница Марика Лукас Рейнвен должна была переводить на диндзерландский поэму американской поэтессы Аманды Горман. Но разгорелся скандал, и лауреатке Букера пришлось отказаться от работы. Во всем оказался виноват цвет кожи переводчицы. Журналисты раскритиковали издательство за то, что они решили поручить перевод стихов темнокожей поэтессы белой переводчицы. Книжная премия шейха Заида впервые пригласила русскоязычных писателей к соисканию награды. Сайт конкурса уже перевели на русский язык. Одна из двух номинаций премии – перевод. Для выдвижения текстов необходимо заполнить заявление на официальном сайте. Прием работ нового сезона откроется в мае. Лауреат премии получает около 2 миллионов рублей. Русский иванкийский голосовой переводчик Аяна был представлен в Якутии. Приложение переводит речь, шутит и транслирует иванкийские песни. Сейчас приложение дополняется лексической базой и учится правильно ставить ударения. В переводчике будут доступны и другие языки коренных народов Севера, такие как югогирский, долганский и чукотский. В настоящий момент идет работа над внедрением переводчиков в сервис Алиса и Google Ассистент. Объявлен открытый конкурс перевода с языков народов Российской Федерации «Услышь, Россия! Наши голоса!». На конкурс принимаются переводы на русский язык произведений членов Союза писателей России из национальных республик, пишущих на родных языках. Конкурс проводится в двух номинациях – перевод поэзии и перевод рассказов и эссе. Участники могут предоставить работы в обеих номинациях. Компания Мартек ищет переводчика бенгальского языка. Нужны знания файнтач-тематики, владение языком на уровне носителя и опыт от одного года. Среди обязанностей – письменный перевод, редкая расшифровка аудиозаписей. Зарплату работодатель не озвучивает, но обещает, что она будет фиксирована. На этом все. С вами были новости переводов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и до следующей недели! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok